Добрый день дорогие друзья! В эфире интернет-портал радио центра Сангейтс и его руководитель Михаил Мелехов и я рад приветствовать нас в эфире представителя университета этики жизни Марии Флиман и речь идет о том что посланник Татьяна Микушина общественная организация духовно-просветительский центр Сириус начали интернет проект сейчас это уже называется интернет-радио проект и вот так он и называется университет этики жизни и я хотел поприветствовать Марию в нашем эфире Мария здравствуйте здравствуйте дорогие радиослушатели сегодня мне хотелось бы продолжить с вами нашу беседу об этике христианства и о ее основоположнике великому учителю Иисусе Христе и так часть 2 нашей лекции о об этике христианства поговорим сейчас с вами о милосердии и милосердии любви милосердие любви не имеет меры как-то Петр спросил Иисуса сколько раз должен прощать человек брату своему совершающему против него грех до семи ли раз Иисус ответил до седми джи семидесяти раз то есть практически без счета учение Иисуса предполагает для людей большую свободу выбора Иисус не предъявляет своим ученикам никаких конкретных требований не запрещает как Моисей или Мухаммед есть свинину не предписывает как как конфуций трехлетнего траура по родителям не задает как Будда схему совершенствования личности он ограничивается формулированием общего закона любви который указывает только направление пути а сам путь и конкретные нормы и поступки из которых этот путь складывается это дело самих людей Мария я прошу прощения хотел вас прервать и немножко одну реплику вставить дело в том что ведической концепции именно описывается прощение и как она описывается прощение дело в том что существует причина почему человек совершил допустим какой-то проступок и после которого он естественно просит прощения так вот речь идет о карме и получается так что если человек просит прощение он естественно виноват и это его карма и поэтому даже если по отношению к нам сделано какая-то какое-то противодействие которое на для нас совершенно неприятно неприемлемо и на нас плохо отражается в этом и именно заключается вопрос кармический это и есть именно прощение то есть получается так что к нам на нас кто-то что-то нападает по отношению к нам что-то делали а просить прощение должны мы почему потому что есть причина почему к нам именно применено вот такое вот действие которое нам конечно неприятно и мы за это именно несем вот такой ответственность спасибо миша да интересный взгляд интересная концепция на прощение вот но это конечно немножко не тема нашей лекции мы продолжим мы говорим о прощении прощение да хорошо это корни прощения по ведом считает лежат в этом да ну это как причинно-следственная связь спасибо спасибо теперь поговорим дальше том что же принес нам иисус и что такое закон любви то есть его учение но как бы рассматривается как закон любви сам закон любви есть ничто иное как требование к людям действовать как боги иисус говорит будьте совершенны как совершение на тес ваш небесный будьте как боги и в этом прежде всего свобода выбора между жизнью и смертью добром и злом иисус неоднократно говорит что он пришел не нарушить закон или пророков он хорошо знал священной книги предания иудаизма он пришел напомнить наполнить старые всем известные вещи новым смыслом наиболее полное это прослеживается в нагорной проповеди в частности в пятой главе где речь идет о десяти заповедях моисея мы в одной из передач предыдущих наших у нас есть эти заповеди где мы они о них беседовали вы можете послушать одну из передач и вернуться в своей памяти к этому речь иисуса в этой части строится на противопоставлении вы слышали что сказано древним а я говорю вам древним сказано не убивай а иисус добавляет не гневайся на брата своего если человек принеся дар к жертвеннику вспомнит что кто-то из братьев на него гневается ему следует оставить этот дар и пойти прежде помириться с братом поскольку жертвоприношения для того только и существует чтобы способствовать миру между людьми братьями древним сказано не прелюбодействуй а иисус говорит даже не смотри никогда на женщину с вожделением то есть не прелюбодействуй даже в мыслях сердце своем древним сказано не приступай к клятвы иисус говорит что вовсе не стоит клясться достаточно и того что отвечаешь да или нет следом вы слышали что сказано око за око и зуб за зуб а я говорю вам не пройтись все злому но кто ударит тебя в правую щеку твою обрати к нему и другую это из евангелия от матфея когда людей разделяет разное понимание добра и зла и они находятся по разные стороны баррикад то нет другого способа восстановить мир братские отношения между ними кроме решительного и полного отказа от насилия и наконец еще одно противопоставление связано с заповедью любите врагов ваших о которой мы уже говорили прошлой передачи и которая призвана заменить древнюю мудрость требующий любить ближнего и ненавидеть врага получается так что мудрость древних которая жесткой и афиксировала рамки поведения в определенных условиях является лишь частным случаем общего закона любви братского единения людей которые принес иисус христос миру а сейчас давайте подведем краткий итог нравственным заветам христа добавив также те о которых выше не упоминалось будьте совершенны как совершенен отец ваш небесный не моя воля но твоя воля отца да будет возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоею и всем разумением твоим возлюби ближнего твоего как самого себя не собирайте себе сокровищ на земле но собирайте на небе не судите да не судим и будете любите врагов ваших прощайте людям согрешение их молитесь тайно радуйтесь не будьте унылы обратимся к современным посланиям иисуса христа мы уже говорили неоднократно дорогие радиослушатели наших передачах что татьяна николаевна микушина посланник великого белого братства приняла за последние 10 лет полное учение вознесенных владык и иисус христос будучи вознесенным владыкой неоднократно приходил к нам через татьяна николаевна и оставлял свои послания человечеству так вот в его послании как вот и будда который тоже приходил через татьяна николаевна обращался к современному человечеству иисус дает учения в которых раскрывается новые аспекты истины учение об исцелении учение о вере учение о смене эпох и другие а сейчас мне хотелось бы привести фрагмент из послания от 31 декабря 2007 года который называется наставление на каждый день это послание принято татьяна николаевна микушиной и у нас большой радости есть уникальная запись фрагмента этой диктовки и мы предлагаем сейчас ее послушать вам дорогие радиослушатели наставление на каждый день возлюбленный иисус 31 декабря 2007 года я приходил на землю 2000 лет назад и одной из целей и задач моего прихода было дать человечеству земли эталон любви любви основанной не на плотском желании а любви основанной на более возвышенном божественном чувстве я говорил и я учил моих учеников отношения основанным на этом чувстве любви когда собирается община несколько семей или людей для совместного проживания то единственным и необходимым условием являются отношения основанные на взаимном чувстве любви только на чувстве безусловной бесконечной любви вы способны строить истинные отношения в вашем мире вы привыкли испытывать любовь к вашим родителям к мужчинам и женщинам к детям это все является разными проявлениями одной и той же божественной любви но это лишь небольшие проявления узкие проявления я говорю вам о большей любви о любви которая не разделяет мужчин женщин детей животных и даже неодушевленную природу я говорю о любви которая простирается неограниченно и вмещает в себя все творение все что вас окружает сохраняйте правильное состояние сознания в течение дня день за днем год за годом и вы соберете небывалый урожай состоящий из ваших духовных достижений не нужно корить и упрекать себя за прошлые ошибки очень важно дать оценку в сознании любому пусть даже самому ужасному поступку раскаяться в своем сердце принять решение что вы больше никогда не допустите такого поступка и после этого уже никогда не возвращаться мыслями к этому поступку мы снова видим что великий учитель дает те же истины но изложены они новым языком зачем же давать снова те же знания спустя две тысячи лет на этот вопрос отвечает сам Иисус в своем послании от 25 июня 2008 года пожалуйста прослушайте это послание в прочтении посланника Великого Белого Братства Татьяны Николаевны Микушиной Внутреннее и внешнее учение Возлюбленный Иисус 25 июня 2008 года Когда многие поколения людей повторяют и передают из уст в уста о том чуде которое было многие сотни и тысячи лет назад то возникает стереотип или догма которая существует уже независимо от сознания тех людей которые приобщились к той или иной религии или церкви Истина присутствует в любой догме но для того чтобы эта истина стала понятна новым поколениям людей требуется новый человек который придет и вновь обновит представление людей о божественной истине так было всегда и это похоже на то как вы роете колодец и берете из него воду вы привыкаете пить воду из этого колодца потому что больше вам брать воду неоткуда и даже тогда когда со временем вода становится затхлой вы миритесь с этим состоянием воды потому что не умеете открыть новый источник и вот приходит новый человек который отрывает новый колодец и вы с опаской пробуете из него воду потому что понимаете что вода бывает разная и водой можно даже отравиться и проходит значительное время когда все жители привыкают к новому колодцу и начинают брать из него воду вот точно так же обстоит дело с подачей нового учения каждый раз приходит новый человек и дает одно и то же древнее учение понятное людям своего времени и это учение поначалу содержит совершенные божественные вибрации и привлекает всех своей новизной но потом когда носитель учения уходит те кто принял это учение начинают трактовать его каждый на свой манер потому что пресекается поток божественной возможности и нет на земле человека являющегося проводником божественной энергии каждый раз дается одно и то же учение и суть этого учения проста и ясна даже младенцу но то что понятно младенцу ускользает от плотского ума и не поддается никакому логическому анализу поэтому для вас очень важным будет если вы сможете каждый найти источник учения внутри себя все истинные религии имеют в своей основе учение о Боге который живет в сердце каждого человека именно поиску и нахождению истины внутри себя посвящено учение вознесенных владык переданное через Татьяну Николаевну Микушину в наши дни но пока мы не достигли такого состояния сознания мы можем воспользоваться новым колодцем данного учения и брать из него воду мудрости дорогие друзья вы можете ознакомиться со всеми посланиями вознесенных владык переданного через Татьяну Николаевну Микушину зайдя на сайт посланника sirius-ru.net в разделе диктовки также все послания опубликованы в серии книг слово мудрости и в завершение нашей передачи мне хотелось бы вам прочитать декрагмент диктовки господа Ланта от 7 декабря 2009 года чтобы вы каким-то образом могли в завершении этой темы христианство определить для себя возможности нахождения пути к Богу то есть к Богу который живет внутри вашего сердца и к Богу который живет в каждом живом существе населяющий нашу любимую планету Земля вот фрагмент этой диктовки вам необходимо методично одну за одной прочитать все диктовки которые мы давали через нашего посланника за все эти последние годы в совокупности все эти диктовки содержат учения которые призваны указать путь по которому вознесенные владыки желают чтобы следовало человечество сейчас ни одна из диктовок не несет информации во всей полноте отдельные диктовки подобны отдельным бусинкам которые нужно нанизать на нить вашего сознания и тогда они составят драгоценное ожерелье и это ожерелье обладает чудодейственной способностью оно дает возможность спасения вашим душам Дорогие друзья у нас в гостях была Мария Флиман представитель университета этики жизни в Соединенных Штатах Америки интернет-радио проект так и называется университет этики жизни Мария спасибо вам большое за ваше время за то что вы нашли в своем очень занятом расписании возможность посетить нас и рассказать о том что вы сегодня говорили в вашей лекции спасибо 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 Редактор субтитров А.Семкин А.И. К.Е.